Девятнадцатого октября в Морской Академии состоялось открытие отделения Лондонского Нотикового Института. Это профессиональная международная ассоциация, объединяющая во всем мире семь тысяч членов специалистов-судоводителей. Семьдесят стран являются участницами этой всемирной организации. И теперь в Одессе открывается тридцать девятое отделение данного института. Морской институт очень рад, восторжен по поводу того, что дан такой ясный и торжественный сигнал, знак того, который демонстрирует нам очень ответственное и очень ответственное. Это очень важное ответственное отношение к новому филиалу, который намерен взять на себя обязательства по специализации в морском судовождении. Как в морской, как в военной сфере судовождения, так и в гражданской морские традиции, мореходные традиции вашей страны давно установились. Основная цель этой организации – это повышение стандарта знаний, а для нашей академии – это международное признание. Наша академия насчитывает 16 членов этой организации. В Украине – это первое отделение Нотикл-института. Этот институт на базе судовождения рассматривает все судоводительские специальности, включая нашу. Так как мы судоводители, то мы с ними полностью имеем контакты, сотрудничаем и, надеюсь, и будем в дальнейшем сотрудничать. Нерядовое и для Одессы, и для Украины событие произошло в Одесской морской государственной академии. Здесь открыто отделение Морского института Великобритании – Нотикл-институт. Сразу же спешим предупредить, что приемной комиссии и строгих преподавателей на вступительных экзаменах не будет. Морской институт Великобритании – это общественная организация. Нотикл-институт существует всего 30 лет. Новочленами стали уже более 7 тысяч специалистов из 70 стран. Украинское отделение, открытое на базе Одесской морской академии, 39-е по счету в мире, но первое в странах СНГ Балтии и Восточной Европы. Основная цель этой международной организации – поддержание высоких стандартов знаний и квалификаций моряков. Уже в мае следующего года в академии будет проведена аккредитация системы подготовки судоводителей. Если одесская программа получит признание английской стороны, станут возможными и совместные общеобразовательные проекты. Система обучения, которая существует в Морском институте Великобритании, подразумевает возможность повышения квалификации и получения дополнительных знаний, которые выходят за рамки обычных программ. То есть это дополнительные программы, получение дополнительных сертификатов, дополнительных дипломов и, соответственно, занятия должностей, которые будут соответствовать вот этим указанным документам. Уважаемые господа и уважаемые члены нашего института Великобритании, Я приношу вам самые наилучшие пожелания нашего совета, нашего института, И мои персональные благодарности вам за приглашение меня в Одессу для участия в конференции в выставке 2000 года и в участии в открытии филиала Морского института на Украине. В процессе введения и открытия здесь нового филиала Морского института в Одесской академии. Это особенно важно и особенно приносит удовольствие сказать о том, что это первый филиал, который будет существовать в восточном филиале. Потенциальное членство в нашем институте очень важно, потому что все возрастает необходим из квалифицированного состава на международной арене действий. Что и представляет наш институт. Что и представляет наш институт. Спасибо. 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 Более 150 профессоров, более 150 доцентов, более 20 человек являются членами-корреспондентами и действительными членами международных и наших отечественных академий. То есть это очень солидный коллектив и поэтому решение нашего президента о присвоении академии звания национальной является заслуженным и, я думаю, оправданным. Я хочу сказать, что перспективы у этого заведения, у Одесской национальной морской академии очень хорошие. Иногда у нас бытует такое мнение. Ну вот Украина потеряла флот и зачем учебные заведения, которые готовят моряков? Флота все равно нет, а учебные заведения готовят моряков. Но дело здесь вот в чем. Это очень недальновидный взгляд. Наш ректор и руководство академии, они смотрят совсем по-другому. И мне кажется, что они смотрят дальновидно. Потому что мы готовим специалистов на весь мировой океан. Мы не можем замыкаться только на Азовское и Черное море. Мы готовим специалистов на мировой океан, где работают все государства. И чтобы там быть конкурентно способными, надо иметь очень хорошую подготовку, имидж хороший, авторитет. И вот этот авторитет, имидж, который нам дало государство, что мы национальная академия, он очень ценится в мире. Наши специалисты и до этого времени ценились, а сейчас, конечно, это нам даст значительную такую, я бы сказал, фору в этом. Наши академии – это признание тех заслуг нашего учебного заведения, которые были результатом деятельности всего нашего учебного заведения за почти 60-летнюю историю. Это стало возможным благодаря высокому кадровому потенциалу академии. Около 70% наших преподавателей имеют ученые степени и звания. У нас в академии 50 докторов, наук, профессоров. И практически все преподаватели специальных кафедр, кроме того, имеют еще и специальные дипломы на право занятия командных должностей на судах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...